Друзья, всем привет! Нахожусь я сейчас на новом объекте. Здесь, как какое-то время назад, работал один мастер. Печально, все печально. Если есть желание увидеть, что здесь и как, то смотрите дальше. Итак, вот она, эта самая ванная комната. Здесь у нас унитаз, душевой поддон, раковина довольно объемная, большая, ну где-то метр двадцать, наверное, шириной, и стиральная машина. Все это находится в одной ванной комнате. Плитка. Плитка это серия Бастион, потому что вот именно вот эту серию я только вот недавно закончил работу, и буквально вот на днях я закончил, и сейчас пришел на этот объект посмотреть, что здесь такое произошло. В общем, начать хочу я с укладки плитки. Нашел ровную палку, которая сразу показывает, насколько была неровно уложена плитка. В общем, здесь вот если смотреть, зазора нет, и дальше пошла уже плитка с таким вот зазором. Так, местами плитка соприкасается с палкой, а местами нет. То есть вот в этом месте уже пошло соприкосновение неоднократно на всей поверхности стены. То есть вот и здесь это все, и здесь. В общем, ну много таких вот мест, где плитка торчит, где-то наутоплено. Я не знаю, каким образом укладывал эту плитку мастер, и возможно это делал он не на подготовленные стены. Даже стены не помыты, вон они до сих пор еще в затирке. В общем, не на подготовленные стены. Может он просто пытался сэкономить свое время и вывести уровень слоем. Ну, ему это не удалось. И, в общем, он таким вот образом просто испортил весь внешний вид этой ванной комнаты. Заказчику, естественно, такой вариант не устроил, не понравился. Но так как мастер все-таки тратил свое время и что-то пытался здесь сделать, заказчик оплатил ему работу. Вот еще один момент. Соприкосновение плиток с уровнем, а дальше уже нет. Вот так играет. Здесь у нас плитка торчит, здесь опять плитка торчит, здесь снова плитка торчит. В общем, много таких мест, где у нас плитка просто выпирает. Чем-то заденете посильнее, это место можно просто отколоть. Ну, это самое, как говорится, самое опасное место в плитке, это эти вот самые углы. Они очень хрупкие, поэтому, если что, этот угол колется в первую очередь. При демонтаже, конечно, это удобно. Сколол угол и отколол плитку. Но в эксплуатации это не очень-то и приятно. Вот такой вот звук здесь. Вот эти пустоты везде практически слышно. Затирка производилась тоже на скорую руку. И я думаю, никто не заботился о качестве этой затирки. Кстати, еще, если говорить об уровне плитки, то у нас вот здесь идет примыкание стены с дверью. Вот у нас наличник стоит. И вот в этом месте он плотничком прижался к плитке. Вот здесь уже есть такой небольшой зазорчик. Здесь прижалось к плитке наличник. И дальше пошло по верху. И здесь уже открывается больше зазор. Ну, где-то миллиметров пять. Это говорит о том, что стена вот эта завалена. Ну, в случае, конечно, если дверь у нас установлена по уровню. Но я думаю, что дверь как раз стоит по уровню. Потому что дверь устанавливал другой мастер. А данный мастер не позаботился об уровне. И вот у него такая вот шляпочка получилась. Ладно. Затирка в углах тоже выполнена некачественно. Так как, если посмотреть на затирку, то она везде меняет свой размер. Здесь идет опять наплыв на плитку. Здесь вообще затирка частично отсутствует. Ну, в общем, вот такое вот безобразие и по углу. Ну, мастер, походу, здесь затирал пальцем вот таким вот образом. В общем, с углами, я думаю, все понятно. С затиркой тоже, с плиткой все тоже ясно. Все сделано безобразно. Переходим, в общем, дальше. Здесь у нас раковина. Раковина, как я говорил, уже шириной 120 сантиметров. И вот примыкание между стеной и раковиной. Тут у нас сделана герметизация с помощью герметика. Герметик бесцветный. И вот так вот это все выглядит, когда сделан бесцветным герметиком. Лучше, конечно, сделать белым герметиком, чтобы вот этот вот шовчик не был заметен. Ну, и тут тоже я чувствую, что это замазывали. В общем, это все тоже пальцем. Возможно, это делал сам заказчик, потому что в одном месте, где душевой поддон, тоже выполнен таким же герметиком. Поэтому, я думаю, это сам заказчик просто здесь делал герметизацию. А по поводу пола. Тут тоже я заметил, что рисунок, рисунок плитки, в общем, если обратить внимание, то плитка вот в этом месте, вот в общем, уложенный рисунок находится так, так. А вот этот рисунок уже идет вот в таком положении, то есть вот в этом направлении. Не делал акцент на направление стрелки, а вложил просто плитку так, как было удобно. Ну, то есть, как намазал, так и сразу прилепил. Еще такой один маленький моментик, который хотел сделать акцент. В общем, это у меня коридор, это у меня ванна. Вот этот переход идет между двух разных плиток. В общем, керамограниц с этой стороны и с этой стороны, в общем, вот такой вот шов идет. И плитка просто, вот смотрите, ну, просто безобразно отрезана болгаркой. Болгарка, наверное, потому что такие сколы делает болгарка. И так вот неровно режет тоже только болгарка. Можно сделать было это все стык покрасивее. Ну, или хотя бы, если ты не можешь сделать ровно красивый стык, закрой это все декоративным порогом, чтобы, ну, не было такого. Да какой тут осколок, говорит, тут даже, вот смотришь, эта плитка тоже утонула, это торчит, в общем, ну, просто безобразие. Я не знаю, ну, что, вот, как можно вот так вот работать, что все плитки, они на разных уровнях. Эта плитка тоже, вон, здесь вот швы затерты, в общем, ну, безобразно, так как плитки, вот, соприкосновение, вот, от перекрестия, в общем, идет неровная. Эта плитка торчит, эти вот три утоплены. Здесь тоже вот шов узкий, шов широкий. Ну, как-то, в общем, не так, не так и не сяк. Здесь тоже эта плитка утонула, это торчит. Если так вот крутится по всей ванне, то можно настолько на косяков напороться. Так, здесь то же самое, вот, пошла, здесь вот шов увеличился. Здесь вот тоже видно, что вот человек затирал пальцем следы вот от этих вот шершавостей, это оставляет палец. Так, еще здесь вот тоже вот, вот, вот здесь такой шов. Ну, в общем, короче, тут полно всякого безобразия. Вот так вот, если вам видно, конечно, но, в общем, вот. Плитка на плитке, шов на шве. А вот тут просто наляпано, как будто просто цемент даже не стерли. А тут наляпано, как будто плиточный клей даже. Да, это и есть плиточный клей. В общем, короче, тут даже плиточный клей не убрали, так как есть, просто оставили. Вот он. Даже не забыл, смотри-ка. В общем, не посчитал нужным плиточный клей просто сверху. Нет, его даже вообще ничего не делали. Все как было, так и осталось. О, еще один нашел. Хотя тут на четвереньках тополозы, смотрите. Так красиво расположился здесь декоративный пластмассовый уголок. Все плиточный клей наружу. Уголок загнутый, выплеснутый. Ну, короче, он выпрямлен просто. Еще одно свидетельство того, что работал здесь мастер с большой просто буквой. Реже, 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 рукожопу. Так, ну и здесь вот я уже говорил, что здесь все погрызано, покусано. Там за унитазом вот тоже человек не заморачивался с этой затиркой. Как есть, просто накерачил. О, унитаз, походу, тут даже подтекал он следы. Его использования остались на кафеле. И тоже не сделал, не посадил вот этот унитаз на герметик, чтобы он не двигался. Так, далее, что я хочу показать. Это унитаз. Ну, тоже унитаз, это сам фаянс. В общем, его как поставили, так поставили. То, что мне не нравится, потому что я всегда рекомендую устанавливать инсталляцию, чтобы вот этого вот безобразия не было. Вот это место вы никак не обрамите. Вот это плитку. Мастер, похоже, грыз с помощью плоскогубцев. Потому что края такие резанные, ничем не обработанные. Даже не зашлифовал, чтобы не было острых углов. Это, конечно, может порезать гофру, и потом она впоследствии может протечь. Ну, поэтому я лучше рекомендую ставить сюда инсталляцию. Либо делать вот эту вот фасочку красивую. Ну, уж как-то обрамить эту часть. Вот этот момент мне не нравится. Не знаю уж, как вам. В общем, это сантехнический короб. Здесь у нас спрятаны трубы. Там у нас установлены счетчики, краны, запор, норматура. Здесь вот у нас ревизка на канализации. Шестой этаж, прямая труба. Не знаю, зачем здесь ревизку нужна. Это дополнительное место, где может просто протечь. Потому что со временем бывает такое, что ревизка плотно не затянута и начинает подкапывать. Поэтому, ну, я не рекомендую, в общем, ревизки оставлять на прямой трубе. Она не нужна. Это мое мнение. Не знаю, как у вас. У меня такое мнение. В общем, далее, что у нас тут. Краны, счетчики, фильтра. Ну, все как полагается. Все есть. Ладно, это все хоть на уровне глаз. В общем, в легком доступе. Можно спокойно, не нагибаясь, посмотреть. Здесь у нас вот кран на полотенцесушитель. Здесь у нас кран на перемычке. В случае того, если полотенчик работает плохо, можно его перекрыть и принудительно отправить воду через полотенчик. Ну, полотенчик работает, поэтому этот кран открытый. Ну, есть еще один момент, косяк. Это само полотенцесушитель. Как сказал заказчик, что мастер не соблел, не стал соблюдать расстояние, которое мы говорили с сантехникой. И вот получилось вот такое вот безобразие. Расстояние между плиткой и чашечкой остался вот такой вот зазор. Ну, где-то миллиметров пять снизу и где-то сантиметр сверху. И вот с помощью, в общем, затирки мастер замазывал это все безобразие. Так же, ставите, это нормальное явление. Вот таким вот образом замазывать свой недостаток. Ну, видать, другого выхода не было, поэтому получилось так. Ну, и так же вот затирочка здесь тоже сделана неаккуратно. Вот этажуху стою хайу, блин, чужого человека, да. Ну, это я не оскорбляю мастера, конечно. Да, это, возможно, опыта у него мало, хотя опыт у него более 15 лет, как сказал заказчик. Но ничего в этом, видать, не изменилось. Ну, и вот этот лючок тоже железненький. Ну, тоже, в общем, не мой вариант. Не люблю такие лючки, поэтому рекомендую всегда устанавливать скрытый люк под плитку. Ну, если, конечно, по бюджету у вас это не катит, тогда только такой вариант. А, кстати, еще примыкание между двух плиток, наружный угол. Здесь установлен пластиковый уголок. Вот он, слышно, что он пластиковый. Я на прошлом объекте устанавливал алюминиевые уголки. Они такие довольно плотные, мощные, и ничего им не страшно. Чем чревата вот эта вот установка таких уголков пластиковых? Если вы случайно чем-нибудь посильнее шлепнете по нему, он треснет. Ну, и вот эта вот трещина, которая будет на этом уголке, в общем, она так и останется. Вы ничего не сможете сделать. Вариант в этом случае можно только поставить накладной уголок, приклеить. Ну, а в этом случае ничего не изменить. Поэтому либо подрезка под 45 градусов, либо установка нормальных, добротных, хороших алюминиевых уголков. Такой вот вариант. Ну, и опять вот здесь вот затирочка в углу тоже. Вот смотрите, как все это некрасиво. Ну, опять это пальцем затирать, ну, тоже не вариант гипсуха. Ладно, пошли дальше. А, ну, вот здесь вот у нас большой коробок. Здесь у нас, видать, проходит канализация от душевого поддона и идет вот сюда короб. Так, здесь мы имеем душевой поддон. Он акриловый, размером 120 на 80 или 85. В общем, он так вот замурован под плитку. Выглядит это вроде довольно-таки нормально. Но если посмотреть на то, что здесь вот у нас душевой поддон просел. Ну, во время эксплуатации он дал небольшую осадку и образовался вот такая вот трещина. Здесь тоже вот так это все некрасиво выглядит. Мастер просто замазал, замазал, в общем, затиркой вот этот зазор. Здесь он где-то 5 миллиметров. Здесь даже уже больше. Но здесь уже сам заказчик затирал это все герметиком. Силиконовым герметиком бесцветного света. Ну, такой же, как и вот на раковине. Поэтому я сделал вывод, что раковину затирал сам заказчик. Замазывал. Ну, в общем, вот так вот. Ну, вот этот акриловый поддон. Мое мнение, я бы никогда его не устанавливал, потому что, ну, это просто шляпа. Ну, мне это не нравится. Поэтому заказчики планируют данный поддон переделать. Уже поинтересовались у меня, сколько это будет стоить. Так, вот здесь вот есть такой вот небольшой пластмассовый лючок. Так, как он открывается? Открыл. В общем, здесь вот у нас установлен сифон, шланги. Ну, в общем, это ревизионный люк для того, чтобы следить за тем, чтобы там все было в порядке. Ну, чтобы вода не протекла. Так, поддон у нас сделан из кирпича. Это все выглядит у нас вот так вот. Пластмассовый лючок. Вот он находится вон там, внизу в углу. Вот эта вот шторка, ее здесь не должно было быть. Вот здесь должна была быть дверь. Ну, то есть стеклянная дверь. Но так как мастер изменил размеры, не соблел, в общем, тех размеров, которые должны были быть. Поэтому ничего другого не вышло. Как установить только здесь вот эту вот планку и на нее повесить вот такую вот шторочку. Ладно, хоть шторочка как-то вписывается в этот интерьер. Так, ну, смеситель у нас тут фирмы H2O. Кстати, смотрите, фирма H2O. Ну вот, и у нее тут душевая стойка. Вот так вот она выглядит. Так, на потолке здесь натяжной потолок. Устанавливаем светильники GX53. Мои самые нелюбимые, потому что терпеть не могу я такие светильники. От них очень мало цвета. Но натяжники стараются, в общем, устанавливать только такие светильники. Но я обычно ставлю другие светильники, не такие. Поэтому ничего о них говорить не буду. Так, ну вот такой вот обзор. Кстати, вот еще вот зеркало. Вот он я. Всем привет. Зеркало на всю стену. Вот в такой вот рамочке. Ну, это, наверное, уже идея заказчиков. Хотя эта рамочка, на мой взгляд, тут вообще никак не вписывается. Ну, ладно. Не будем осуждать заказчиков. Это их выбор. И вот тут так, так. А вот здесь вот остался вот небольшой провод. Вот этот провод. Я думаю, здесь должна быть подсветка. Но подсветки пока нет. Сразу не заметил. На такой вот внимания не обратил. Но потом смотрю, что-то почему-то синяя резинка у меня находится сверху. Вот этот мастер, который здесь делал ремонт. Вот, в общем, он даже не знает, ни представления не имеет, как собирается сифон. И почему вот эта синяя резинка, она оказалась снаружи. Как-то я не знаю, вот что здесь у меня вот стоит, вот в этом месте. Наверное, там маленькая черная либо белая прокладка есть, которые устанавливаются сверху. А синяя резинка должна находиться вот в этом месте. А она сейчас почему-то находится сверху. Не знаю почему и как вот это место не протекает. Это просто фантастика. Обычно, если бы я поставил так, у меня бы сразу отсюда потекло. Но, видать, тот мастер настолько профессионал в этом деле, что установил наоборот. И у него все работает нормально. Это прям фантастика. Но, божьим слов, просто нет. Так не должно быть. Это косяк. Ну, а мой совет вам на будущее, точнее даже не совет, а на путствие, то делайте правильный выбор в пользу хороших мастеров. И тогда у вас будет все хорошо, будет у вас хороший ремонт. Будет, в общем, у вас все хорошо и идеально. Удачных вам ремонтов. Всех благ. Оставайтесь с нами на канале Перестройка. С вами был, как всегда, Ленар. Увидимся на новых видео. Ну, а с вас лайк и подписка на канал. До новых встреч. Всем пока-пока. До свидания.